Знаешь, мы требуем. Во-первых, чтобы был свободный график. Вставать по будильнику я не намерен. Во-вторых, чтобы работа была интересной, творческой, рутину я не выдержу. В-третьих, чтобы коллектив был нормальный, не бытва. Ну и начальник, начальник не дурак. Я не могу работать на человека, интеллектуальный уровень которого ниже моего. Это унижает моё достоинство. А жить за счёт родителей и жены не унижает твоё достоинство? А ты родителей моих не трожь, а? Они, в отличие от тебя, меня ни в чём не увлекают. Еду и деньги поставляются регулярно. Потому что знаю, раз не смогли мне дать хорошего образования, нечего рассчитывать, что я устроюсь на нормальную работу. Да что ты говоришь? У тебя ведь есть диплом культуролога. Пока не диплом культуролога культуролога не обнаружила. Да можно найти работу вообще без диплома. Вот у меня в магазине требуется грузчик. Грузчик? Грузчик. 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 Грузчиком я работать не намерен. Ты же знаешь, что у меня детская травма ноги. Тоже родители постарались. Не доглядеть. Физическим процентом заниматься не могу. Я не могу не участвовать. Ну, получается, ты вообще не можешь нигде работать. Ну, я же работал. Где? В Эльдораду. Угу. На два месяца. А там нормальный человек больше и не выдержит. Почему я должен убеждать человека, что чайник за две тысячи гривен лучше, чем чайник за пятьсот гривен? Только потому, что мне идет вот это два процента. Опоздал на пять минут – штраф. Вышел покурить – штраф. Я им говорю, я устраиваю себя на работу продавцом, а не грузчиком. А он мне такой, мы насильно таких придурков не держим. К escaping в город, потому что у нас unbedingt болельщиков не трепет в году просто трепет впихнике 처хе. Даже đấy, чтоб я не各ти好吧 быть как денежки грузоком, Продолжение следует...